итак всем привет на канале буран гараж 35 это очередной бложек сегодня у нас на поездке дня сегодня пятница на поездке дня посылочки люди долго ждут долго ждали посылочки все упаковал упаковал вот эту часть здесь у нас упакованы стробоскопы и немножко еще не хватило газеток еще пять посылочек здесь еще пять пробоскопов сразу же извинюсь перед людьми потому что очень долго ждали еще раз извиняюсь что так долго не отправлял парни вот так прямо с мешком как дед мороз прием на почту ну что друзья минут час двадцать из жизни и все 15 посылочек я отправил гоним гараж собирать мотор и сейчас тем как на гаража доехать и магазин купим два подшипника 200 3 а то ездим не зарядки ничего не закончилось почему ее нету а потому что подшипник лежит в салоне с натяжного с натяжного и вспомогательного ремня короче парни ебнутся на не заезжайте вот сзади меня магазин вообще сюда нахуй никогда не ездите кто в череповце живет подшипники я не знаю самые дорогие подшипники в городе это я вам сто процентов что здесь самые дорогие подшипники в городе итак продолжаем с картером движуху как говорил пили мне до конца до сюда просто запиливаем вот как маркером было начерчено то есть полностью маркер убираем чтоб нет не оставалось его и все и получается хорошая красивая кошка совпадающая с цилиндром то есть двухканальный станет четырехканальных так фильм дальше и покажу уже конечный результат вот только что перед вами запилил эту половинку все полностью чуть-чуть остался маркер надо еще оставлю здесь не буду трогать когда закручу шпильки и обратно поставлю цилиндры там прям пальцем потрогаю если почувствую какую-то точку беру может быть им почувствую вот заметили надо что постоянно фрезу тыкаю в щетку по металлу так как пилим алюминий на фрезу постоянно натаскивают алюминий а когда его ткнешь так в этот в щетку он отлетает грубо говоря и фреза начинают пилить дальше почувствую когда пилишь чувствуешь там фреза пилить или не пилить стружка летит или не летит все готово картер пропилен покрасил маркером для того чтобы когда поставишь цилиндр цилиндр на картер поставил и с той стороны маркер будет видно ну фонариком посветить и маркер будет видно каналы здесь тоже все скруглил немножко это надо делать как говорится без фанатизма совсем маленечко здесь тоже все за шарку чтобы пора мне было цилиндры попались более-менее ровненькие на впуске чуть-чуть было поправил продувочные каналы маленько правда с продувочным каналами если кто будет пилить будьте аккуратны то есть например сделаем поярче видите у продувочных каналов есть направление то есть они смотрят направлены на впуск и этот угол как бы не надо трогать то есть менять его нежелательно если вот так сбоку смотреть то здесь пуск здесь выход то продувка идет из продувочных окон оттуда бьется об эту стенку подниматься в головку и уже таким образом шук и выхлоп уходит то есть для чего так сделано получается так что поршень идет вниз открываться выхлопное окно сначала около сантиметра выхлопные газы начинают вырываться в выхлоп то есть выхлопное окно и как бы они начинают тянуть все что есть цилиндре начинают тягивать выхлопное окно открываться продувка из картера в картере уже в полости коленвала газы сжались то есть как бы там появилось давление и открываются продувочные окна и смесь направлена так чтобы не то чтобы сразу выхлоп и и выдула потому что выхлопное окно открыто птиц сначала в эту стенку то есть в дальнюю стенку от выхлопного окна то есть сюда от стенки отталкиваться подниматься в головку завихряться в головку вот так хоп продувать головку и спускается уже вниз то есть здесь уже ее подхватывают газы которые вырываются в выхлопное окно и продувка продолжается до тех пор пока пока выхлопное окно не закроется то есть уже продувочные окна закрылись а все равно как бы газы все равно имеют инерцию и продолжает вырываться выхлопное окно то есть часть продувочной смеси свежей то есть бензина с воздухом вылетает выхлопной коллектор какая-то небольшой какой-то небольшой процент это минус двухтактных моторов их неэкономичность вот из-за этого только что что смесь вылетает и выхлоп и во вкус сколько-то режим дросселирования все равно присутствует на любом двухтактнике и во впуск их выкидывает поэтому на выхлоп ставят резонатор настроенную выхлопную систему резонансного типа как например dd делает а на впуск можно установить лепестковый клапан на каждый цилиндр по клапану только от этого будет итак раз в начале блога я упомянул стробоскопы то есть отправлял посылочки стробоскопами то расскажу как выставить шкалу зажигания на мотор два вариатора артик и вариатор либо bars bars либо по сути дела один тот же вариатор кто знает в чем разница их тот поймет по шкале шкала у нас имеет три диаметра самый маленький вот это где большой палец то есть вот этот диаметр это 192 миллиметра следующий диаметр 210 миллиметров и следующий диаметр 222 миллиметра начнем с самого большого это у нас диаметр венца электростартера шкалу нужно устанавливать на корпус охлаждения вот так вот то есть 222 миллиметра это дерево диаметр венца электростартера не так не так а именно вот так вот ровненько чтобы шкала была по венцу электростартера следующая это диаметр 210 миллиметров это вариатор артик или сафари но на арктике вариатор на вариаторе артик чуть-чуть поменьше диаметр тут 205 миллиметров но это ничего страшного и шкала устанавливаться так ровненько когда будете смотреть ровно следующий диаметр 192 миллиметра это вариатор рябала bars шкала устанавливаться так ровненько и промеж вот этой нижней шкалы и средней шкалы нужно как бы визуально провести еще одну шкалу и она где-то примерно будет вот в этом месте то есть по вершинам этих длинных черточек то есть нижний диаметр 192 а подводите на альпину вот так вот чтобы только только черточки эти торчали вот так устанавливаться на альпину сюда вместить четвертую шкалу дурировку не получается то есть если сюда бы и вместить то это все дело бы слилась просто как бы в одно единое некрасиво бы было и непонятно вообще бы не разобраться было это все вот по шкале по шкале дальше стробоскоп стробоскоп у нас имеет кнопку кнопка нужно спрашивать люди даже того для чего кнопка на стробоскопе стробоскоп то есть подключив стробоскоп он не работает нажимаете кнопку он начинает мигать стробоскоп имеет у нас два клеймика два крокодильщика на одном красно-черный провод бывают были такие отправлял чисто красный провод был и а второй чисто черный провод вот так вот эти провода то есть Красно-черный, это у нас цепляется на катушку зажигания То есть, вот так вот, хоп, на катушку зажигания На синий провод, то есть, который провод подходит от коммутатора, синий, на катушку зажигания К этому проводу цепляется красный, от стробоскопа Второй же, черный, можно зацепить прямо сюда же, на катушку зажигания, на черный провод То есть, или же зацепить на любое место, на массу, на снегоход Это черный, это масса все стробоскоп остается у стробоскопа последняя эта прищепочка прищепочка играет роль датчика то есть считывать сигнал с бронепровода некоторые люди задавали даже такие вопросы куда я цепляю там на свечу на катушку так вот люди прищепка у стробоскопа зацепляется на прямо на бронепровод то есть вот так вот раз и все она зацеплена то есть так вот зацепили вот так зацепили и все и запускаете мотор и стробоскоп начинает работать если же стробоскоп бывает такое что провода у всех разные у некоторых с медной жилой я использую силиконовые провода не с медной жилой использую с силиконовых проводов бывает плохо передается сигнал на прищепку то есть стробоскоп не может увидеть сигнал и он бывает зажимаешь кнопку не работает следующий раз зажимаешь кнопку он работает и так вот чтобы он нормально работал с таких проводов считывал нормальный сигнал просто берете фольгу обычную фольгу пищевую ну алюминиевую фольгу и наматывайте вот так вот на провод сюда намотали там пару слоев 3-4 слоя фольги это я сейчас неаккуратно делаю да но аккуратненько намотали фольги приезжали и и жали и потом поверх фольги прямо сцепляетесь в пищевку и все и уже сто процентов стробоскоп будет считывать нормально вот вся схема подключения стробоскопов люди задавали очень много вопросов то есть наверное каждый третий кому я отправляюсь стробоскоп задает вопросы как подключить что подключить куда подключить как работает как установить шкалу ну почему вроде бы видео все рассказал как настроить и но все равно люди задают вопросы еще такие такой вопрос задавали по поводу приспособить для да вот выставление верхней мертвой точки то есть оправки как бы ну как ее назвал видео оправками для чего это оправка нужно чтобы точно выставить в мт если бы вы будете выставлять в мт там некоторые пишут дачу там отверткой выставил мт и все отверткой вот там от 3 до 10 градусов отверткой можно ошибиться это нефиг делать на практике проверено самый точный метод это вот как я вам показал сделать оправку и сделать буквально ну полчаса работу сделать и она у вас и и не надо выкидывать я сделал раз кинул в бардачок и пусть она там валяется она все равно когда-нибудь да пригодится то есть это самый точный метод и едем сейчас уже вечером позвонили еще с рыбинской парни позвонили и отправили что еще запчасти там вариатор на этот мотор чтобы сразу поставить вариатор хочу считались мелочь всякая разная и 1 забыли то есть один комплект зажигания должен быть его нужно отправить отправить на на сейчас смотрю багажника если есть стробоскоп то обвините мой гараж это там человек заказывал основание съемник маховика шпонку и две гайки по моему длину и вот это все на и шкалу сейчас отправим заберем с автобиком вот за такой пакетик маленький берут 200 рублей пиздец на тварь почему так недовольно сказал что 200 рублей но обычная короче автобусники берут соточку 150 вот 200 это уже парню наглеет пиздец я понимаю там у меня коробка была ли сумка везде большая вот такой пакетик маленький счетом один вариант вариатор и две коробочки зажигания билет 200 рублей не пиздец это бред это редкий случай ну вот наверное это на четвертый водитель который взял две сотки один взял тогда помню вообще 250 за маленьк тоже небольшую коробочку не охота с ними спорить потому что как бы по идеалам было чем мог не брать не транспортная компания но все равно как бы совести на это видео я вам показывал как просверлить в четырехканальном картере то есть картере нового образца но там в принципе уже отверстия просверлены их только нужно немножко расширить в этом ну как вы понимаете картер старые отверстия не было то есть сверлить отверстия нужно сыновья так вот сама со стороны вариатора то есть где плоская сторона тут сверлить ничего сложного нет то есть метим метим сюда а попадаем сюда то есть в середину в пас на попасть и лучше сверлить прямо отсюда тут чуть-чуть небольшой угол угол наклон берешь и все сверлишь сначала можно четверка просверлить потом восьмерка просверлить вот здесь же со стороны вариатора нужно быть немножко осторожным как говорится ой так сейчас немножко сделаем посветлее так и вот видите да видно здесь прилив то есть прилив под крепление основания он находится то есть у его тело идет вот до сюда до этой кромки вот она здесь заканчивается отверстие идет где-то примерно на сантиметра на полтора не на всю глубину вот не до туда до дна не доходит до дна где-то около сантиметра то есть что нужно нам сделать нам надо отсюда под большим отсюда под большим углом и попадем мы примерно вот сюда в край высверлиться надо как бы угол побольше возьмем и сверлить нужно напротив вообще ровненько ровненько то есть высверлим ся мы примерно вот в это место то есть или в сюда попадем или сюда попадем лучше попасть и где-то вот ну вот в эту область то есть вот сюда с отверткой показать то примерно вот сюда на попасть на то есть если подложить отвертку нужно вот не все равно держать под таким углом немножко сверлить и если отсюда посмотреть то угол наклона должен быть сверление где-то примерно вот такой то есть если отсюда сверлим то вот такой угол наклона вот такой примерно просверлю покажу вам откуда должен выйти и куда должно выйти и вот он наш результат это сторона вариатора отверстие дуб его просто восьмерочка вот это уже видите какой разница угли да то есть если вот так смотреть то со стороны вариатора видно назвать вот так чтобы понять не было что сидишь на сиденье да и смотришь на снегоход эта сторона вариатора та сторона зажигания то есть со стороны вариатора практически под не 90 градусов чуть-чуть завали ваш отверстие и она сверлится вот она со стороны зажигания она сверлится вот под таким углом вот она и отверстие примерно 7 не примерно отверстие семерка сверху здесь немножко сделано вороночка тоже вороночка сделано бормашинка просто заглаживаем в онлайн-режиме вскроем коленчик и вал только наверно перевернуть наверно вот он вот он наш коленвальчик прям красота ну прям вообще шикардосик вот оригинальный вал то есть есть от и к вот она немножко уже от смазки размазалась на с одной стороны что на каталожный номер с другой стороны шатина знак р.м. р.м. и а.т.к. здесь тоже самое р.м. и каталожный номер и так парни подшипники на коленвал то есть я ставлю подшипники дп и турецкий подшипник подшипники нормально хорошего качества так и устанавливать ни в коем случае не надо заниматься анонизмом и заколачивать туда их через какую-то оправку этого делать не стоит проще подшипник просто погреть феном строительным или же баллоном сейчас я вам все продемонстрирую как говорится в онлайн-режиме оденем шейку смазываем маслом прямо берем ну я вот этот который маслом использую в бензин то тем же и мажу то есть мотюль двухтактный для снегоходов и греем греем подшипник на секунд 15 такой подшипник 15 пунктов даже принципе не сильно еще нагреть внутреннюю обойму греем прогреть надо хорошо чтобы подшипник с первого раза не до конца зашел чтобы его не колотить перегреться он все равно не перегреется нереально перегреть ну если его греть конечно там полчаса до красная если греть то конечно перегреете а так он немножко ну подогревается потому что достаточно думаю берем подшипники клоп и все ничего не наколотить одной рукой все неудобняк но ради вас ради зрителя такое можно все подшипничек и отделе и помазали ну все тот подшипник у меня установлен тоже также на горячую видно да было что ничем и не этот самый не колотили не стучали как это любят многие делать и по отверстиям вот получается у нас ну тут уже получается не отверстия щель вот через такую щель будет поступать смазка то есть если сверху было отверстие она будет сюда продуваться если же не сделать отверстие сейчас как это сделано на заводском заводском исполнении то есть просверлено отверстие просверлено отверстие ну блять просто смех и грех нахуя хуй на я не вот и уже не первый раз говорю для чего завод их сверли то есть да стоит подшипник стоит сальник то есть сальник плотно прижат отсюда его плотно прижимаете на сальник еще будет герметик немножко он все равно он как бы попадет все равно на кольцо как ты не старайся его сколько не машин все равно и выдавиться немножко на кольцо так вот вот ну какая тут щель ну сколько тут сколько вот сколько смазки здесь пройдет то есть тут даже щели нет грубо говоря то то есть какие-то микроны то есть осевой зазор вала имеется да вот он может уйти так вот немножко сдвинуться может сдвинуться но видно да немножко появился может сдвинуться обратно все это осевой зазор только на осевом зазоре здесь будет смазка но осевой зазор блин все равно большой не сделаешь то есть ну 0 5 миллиметра 0 5 миллиметра на весь вал да это осевой зазор вот так ты считайте вот через эту через эту щелочку продуваться на заводском картере заводским сверлением с масками это грубо говоря не матюгнувшись не выразить свое мнение о том как это сделать просто-напросто этого эту операцию то есть сверление картера на заводе можно просто вообще она никакой разницы него что он сверленый что он не сверлен вообще никакой разницы даже в разницы никто не заметишь в работе и в ресурсе никакой разницы не будет и сразу чтобы закрыть тему по коленвалу а именно по лабиринтам всем так любимым много задающим вопросом как расположить лабиринты что такое лабиринт лабиринт на уплотнение создано для того чтобы в момент разряжения например в правом криво шипе в этот же момент идет в левом сжатие то есть здесь сжиматься здесь разряжаться и чтобы смесь не перепускала из камеры в камеру созданы поставлены лабиринт на и уплотнение здесь их на буране они устанавливаются две штуки так вот проточки лабиринт имеет проточки что такое про . для чего она и в какое место ее повернуть получается так что здесь щель у нас маленькая со стороны проточки она немножко пошире то есть вот там шейка центральная церковь коленвала и про . сделано до нее то есть через эти проточки смазка попадает как бы смазка скапливается в ней и чуть больше смазки продуваться то есть один лабиринт уплотняет уплотнение идет не очень такое супер супер что вообще не передуваться смесь смесь все равно продуваться то есть этот подшипник получает порцию смазки через и смазка скапливаться вот в этих про . то есть вообще никакой разницы нету как вы установите эти про . хоть вверх хоть влево вправо криво косо без разницы парни советуют что устанавливаете друг напротив друга да какая вообще разница друг они напротив друга вообще нету разницы парни устанавливайте их желательно установить их чтобы они смотрели на шатуны то есть на чтобы они смотрели не на шатуны а на цилиндр все а так вообще нет никакой рад как поставите вы так они и пусть и стоят но желательно их поставить к цилиндр направить к цилиндр вы понимаете даже теперь наверное у людей будет понять что такое выберет они оба одинаково и вот у их углубление сделано углубление датсов и калина то есть желательно их направить кверху чтобы они смотрели вверх а так вообще без разницы каких поставить как поставить и так и поставить он работать год в любом случае в этой проточки нужны чтобы как бы чуть больше смазки попадала к среднему подшипнику и все я сейчас соответственно я сейчас разверну туда это я сделал так чтобы показать вам